Мастер Берсфордского алтаря Художника еще называют мастером распятия Мариен Кирхи в Дортмунде Немецкий художник Работал в районе Дортмунда 14-15 век Ему приписывают ряд работ в Вестфалии В том числе в Белефельде Алтарь мастера От названия которого он получил свое имя Находится Мариен Кирхи В Дортмунде Название алтаря восходит к семье Берсфорд Герб которой находится в углах Ретабля Это единственная датированная им работа Изображения крылатого алтаря Датируются периодом до 1390 года Снаружи изображения Благовещения Марии И страсти Христовы Сконцентрированы в трех сценах внутри Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Имя художника Берсфордского алтаря неизвестно. Его называют именем «Мастер алтаря Берсфорда» или «Мастер Литаба Берсфорда». Было предположение, что это ранняя работа Конрада фон Состер. Связь художника с Конрадом фон Состом, будь то его предшественник или последователь, спорная, но большинство ученых теперь считают, что «Мастер Берсфордского алтаря» среди них был более ранним и относят его деятельность в основном к последнему десятилетию XIV века. Местоположение у мастерской в Вестфале, предположение на основании концентрации его заказов в этом регионе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мастерская, которого предположительно располагалась в Кёльне, это Марент-Ретабль в протестантской церкви в Вилефельде, разрушенный предел в протестантской церкви в Оснобрюке, западное окно в бывшей церкви Цестерцианского монастыря в Альтенберге и могильная плита епископа Руперта фон Берга в соборе Подерборна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На левой панели алтаря Берсфорд – изображенный Иисус, несущий крест на Голгофу. Симон Киренейский вынужден помогать ему нести тяжелый крест. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На средней панели можно видеть различные эпизоды, на многолюдной Голгофе во время распятия Христа. На нем изображена Мария, поддерживаемая Иоанном. Иоанн смотрит на распятого Христа, который, согласно Евангелию от Иоанна, объявляет их матерью и сыном. У подножья креста демонические фигуры торгуются из-за одежды Иисуса. Но римский центурион узнает истинного Сына Божия в умирающем Иисусе. Его признание проводится как знамя. В центре средней панели – крест с умирающим Иисусом. Также показан удар копьем вбок. Справа и слева за Иисусом висят распятые с Ним разбойники. Душа раскаивающегося забирается ангелом, душа упрямого – дьявола. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На правой панели изображено снятие с креста. На картине крест находится в центре и ограничен несколькими людьми, в отличие от обилия сцены в центральном изображении. На золотом фоне мантии действующих лет сияют красным, золотым и зеленым. Иосиф из аримафии держит тело Иисуса на руках, в то время как другие освобождают руку от креста и выдергивают инструментом кровоточащие гвозди. фигура Иисуса на руках, только белая ткань, прикрывающая небольшую часть тела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok